Хануман является олицетворением Даси Рассы. То есть он идеальный пример Даси Рассы. И Брама хорошо рассказывал истории из Рамайана о том, как Хануман... Одна история. Одна история. Ты вспомнил что-то? Вы что-нибудь помните? Все, понимаете? Многие, многие байшнавы приходят сюда. Вы делаете один ноутбук. Не писать на бумаге. Не писать на бумаге. Не обязательно. Заведите себе записную книжку. Не просто на листочках вырванных откуда-то там. Сюда приезжает так много предных байшнавов старших. И вы знаете, что сейчас, когда я иногда делаю класс, я тоже смотрю на ноутбук. Я до сих пор пользуюсь своими записями, которые делал, когда был Брамачари. И если вы воспользуетесь такими своими записями, чтобы рассказать другим, вы увидите, что вы оказывается можете что-то сказать. И ваша речь будет организована, она будет систематизирована благодаря знанию старших. И если вы будете делиться с Харикатхой, с самими близкими, с людьми, которые вокруг вас постепенно становятся. Ваше общество будет расширяться и вы обнаружите, что вы все больше и больше думаете о Кришне. Что не помните? Хорошо. 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 Итак, у вас есть книжки, хорошо? Все есть книжки. Вы помните о чем-то? Что не помните? Тот, кто слушает, получает результат слушания. кто-то говорит получает двойной результат like this when you are listening maybe your mind going here and there but with the speaking their mind never going here and there never telling in harikata тот кто слушает его ум может отвлекаться но тот кто говорит вынужден был быть сосредоточенным yeah then we remind complete christian consciousness complete christian consciousness and this way like this you know like this i tell you siddha siddha if i tell you oh siddha she's a very good lady very good nature very good nice then she's laughing you know we can so happy like this when you are doing glory of a christian large and large you know he very happy если я кому-то из вас буду сейчас говорить хорошие прославлять вас там снег да или еще кого-то вот этот человек начнет тут же улыбаться если вы будете прославлять кришну кришна будет очень доволен то естественно природа вещей ну что я знаю альбомoff сðи если вы не любите сказать про тебя совсем не д plutôt да это но и называется человек он где отос и человек он очень старый шаг в шагах и она и она и говорят что да теперь нам это не дает что этот шага подошли на шагах и удач удачу that was the only the people I get to know and today that is my goal of the opportunity for one of the world of the world because I know I am the most of my mind that I am the world of it И когда он пришел, то он спросил, где я закончил мой класс. Когда я закончил мой класс, кто-то сказал? И он думал, что кто-то сказал? Кто-то сказал, что кто-то сказал? Тогда Гопинадады, ему-то сказал, что-то слышно. «Да, я слушаю. Ты заканчиваешь в этом месте, а потом начинаешь в этом месте». Когда это произошло? «Это очень старое время, очень хорошая саду, классы там, очень хорошая саду». Это старая история? «Да, я слышал, что это саду». Однажды в храме Говинадева начал давать лекции один саду, настоящий саду. Он приезжал время от времени и в храме Говинадева во Вриндаване рассказывал Харикатху. Всякий раз, когда он вновь приезжал, начиналось с того момента, на котором остался предыдущий раз. И прежде чем начать, он обращался к собравшимся и спрашивал, «Пожалуйста, вспомните, на каком месте я остановился, что я рассказывал в последний раз». И преданные, которые приходили туда, те ваишнавы, слушатели, они молчали, они знали, что сказать, они не помнили. И в какой-то момент, когда этот саду так спросил, сам Говинда Деев, голос с его стороны, начал говорить, что «ты остались на таком-таком месте, рассказал то-то и то-то». Я спросил, когда это было? Он говорит, это было давно, это давняя история, это реальная история об Вриндаване была. Да, да, да. Да, да. Если вы слушаете историю, вы слушаете Харикетта, но кто-то хороший слушатель? Жагранат, он хороший слушатель. Он лучший слушатель. Он лучший слушатель. Он не поясняет. В нём, он хорошо понимает, это говорит что это – оно не знает. Он поясняет, что он почувствовала Кли residence. Он определяет его благородный жаграната. Он не знает. Что если он знает «кли жаграната»? Он находит как раз-мод и тем, что он приходит классом. Он потрясучит желание, где он сбыл сюда. Он не знает. Что она знает? Он знает, что это нравится. То есть это значит «кли жаграната», Стримати радарани. Поэтому он приходит к Махабарху. Он тоже хороший слушатель. Почему этот паста именит such a beautiful, such a very sweetness? Даже в Ягарнатхе он слушает. Почему Ягарнатху так называют? Почему Баладхеевы так называют? Почему они сглопаны? Сглопаны только в его паста и они сглопаны. В этот паста именит such a very sweetness, он сглопан и сглопан и сглопан. Баладхеевы сабадрадхеевы. Самый лучший из слушателей Харикадхи — это сам Кришна. Кришна, Джаганат, Баладеевы сабадраджи. Они очень внимательны. Почему? Потому что Кришна сам хочет понять, какова сладость его качеств. Та сладость, которую наслаждает Шримати Радика благодаря своей любви. Он хочет это понять, поэтому он очень внимательно слушает. Посмотрите на Джаганату, Баладеевы сабадраджи, на их очень удивительные и странные облики. Как так произошло? Почему они так выглядят? Это результат слушания Харикадхи. Они слушали собственную славу и в результате такими стали. Пали в такое блаженное состояние, что стали выглядеть таким образом. Да. Да. Так, если бы Кришна был сильный слушатель, то он был сильный слушатель, он был сильный слушатель. То есть вы должны слушать, Мы пытаемся слушать, читать и рассказывать все в мире. И, как Кришна, Кришна, Он говорит в Бхагавад-гита. Кришна, Он говорит в Бхагавад-гита. Я очень рад, что Кришна говорит Арюна, кто говорит в Мой Харикатах, это Жива. И они приводят в Ме, в spiritual жизни. Я очень рада для этого человека. Почему? Все Жива – это Мой сын. Все они – Мой сын. Но они стреляют в этом материальном мире. Если кто-то, это Жива, они приводят в Ме, то только они становятся счастливыми, когда они приходят в Ме. Поэтому я очень рада для них, которые проживают Мой Катхан, которые приводят в Мой Девоте. Кришна говорит на Бхагавад-гита? Да, Кришна говорит, что я очень рада. Кришна произнес в Бхагавад-гиту, что в Бхагавад-гите сказано о Харикатхе, о Кришна-катхе. Там говорится, что он очень доволен теми, кто распространяет его славу. Почему? Потому что все джилы, живые существа, являются его сыновьями, детьми. Поэтому Кришна очень за них переживает. Переживает за их состояние, за их судьбу. И поэтому, когда какая-то джила вновь возвращается к нему, вновь обращает свой взор на Кришну, Кришна необычайно радуется. Почему? Потому что он знает, что никто из этих живых существ никогда не может быть счастлив без него. Поэтому он очень радуется, когда они вновь обращают свой взор на него. И по этой причине Кришна необычайно доволен теми, кто распространяет его славу, и таким образом обращает внимание джив вновь на Кришну. Хорошо? Хорошо. 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 Можете что-нибудь рассказать вчера? Про Ханомана такие классные истории были. Я могу начать. Без Прабукан Старт. Без Прабукан Старт. Давай, начинай. В общем, начали с того, что было сравнение в Ацале и в Сахирасе. Правильно? У нас дружеская раса. И прежде чем расу дружбы обсудить, нужно было рассказать, обсудить Даси расу. Да, да, да. Изначально Махарович рассказывал о славе Вашнаву. И первое, что я запомнил, это Сарасвати такой Прабхупада говорил, что тот человек, который приводит хотя бы одну дживу к сознанию Кришны, он сделал больше, чем если бы он построил бесплатные больницы, сделал бесплатное образование. И на самом деле очень редкое положение слуги Кришны. Но еще более редкое положение слуги Кришны. И Брама, Шива, остальные полубоги, они массируют стопы такой джиги, которая служит вслугам Кришны. Далее, чтобы сравнить... Далее, славу Вашнаву была рассказана следующая история про Амбариши и Дирвасу. В общем, однажды Амбариши Махарач соблюдал Акадыши, он соблюдал их в течение года, и в последний месяц к нему пришел Дурваса Риши. И Дурваса Риши пошел принять омовение и специально задержался. Для чего? У нас есть определенное ограниченное время Парана, когда мы можем выйти из Акадыша. И он хотел проверить Амбариши Махарача. Есть такое правило в Индии, правило гостеприимства, что гость должен принимать пищу первым. И Дурваса Риши задержался на омовении. Амбариши Махарач в это время думал, что ему делать. Ему нужно время Парана пришло, нужно выходить. И он посовещался с своими советниками, и ему сказали, что если выпить Черенамритус, то это будет считаться как и выход из Парана, и не выход одновременно. То есть он как бы принял пищу и не принял. Что Амбариши Махарач в принципе и сделал? Дурваса Риши об этом узнал, почувствовал это. Он был в ярости. Он очень сильно разневался на Амбариши Махараджи и оскорбил его. И появилась чакра. Он создал огненного демона. А, он создал огненного демона, чтобы демон убил Амбариши Махараджи. Но Господь защищает своих преданных, поэтому появилась чакра и убил этого демона. Более того, эта чакра погналась за Дурваса Риши. Дурваса Риши бегал по всей Вселенной. Сначала он пришел к Браме, попросил прибежища у Брамы. И когда он сказал, что он убегает от чакры, Брама сказал, что нет, уходи отсюда, иначе вся моя обитель будет разрушена. Дурваса Риши тогда побежал дальше, побежал на Кайваш, потому что он является воплощением Шивы. Он побежал на Кайваш, когда он сказал Шиве, что за ним гонятся чакры, Шиве сказал, что нет, уходи отсюда. И тогда Дурваса Риши побежал к Нарайане, пришел к Нарайане и говорит Нарайане, спаси меня от своей же чакры. Нарайане сказал, что я не управляю своей чакрой. И для того, чтобы... Окей, спасибо. Дай гору, Брамана. Дей гору. Окей. Я по 끝�жу. Я по тему. Когда он говорит, что сакры Раса – это распространение реакции , что сакры Раса, даже если с премистром, с Богом Годом. Но, когда он контролирует сакры Раса, И иногда он сам сидит на германии, иногда он съест кгамины, иногда он сидит на его кухне, и иногда у нас both с творчеством и ехать с Кршна. Кршна тоже был дефек и был очень рад, когда Кршна был дефеком, он был мил. Когда к чему-то дефеком к нему И Кршна был ещё рад. Почему? И Кршна хочет, он ведь мой девот transformation. В маше всё. Теперь было всегда на «Моя деватор» счастливь и я счастливь. Так, кришна знала, он говорит, «Хриснан also какого?» Он говорит, «Хриснан also какого?» Он говорит, «За его любви и восстановления». Из-за «щакхов», он думает, «Как вы делаете более, чем мере или более?» Он считается «щакхъя» Это представляет такое, а маше всё счастливое. Махаппула говорит, что это Садья-Сар. Он говорит, что это Садья-Сар. Это лучший. Вражь, которые дасы, даже не дасы, но не дасы. Вражь, не дасы, дасы. Они начинают сакья, бадхал, и срингар. И даже вражь, которые дасы, даже не дасы. Нандапова, сархан, который работает в его доме, они часто требуются к Кришна. Они часто требуются к Кришна. Они не десутся к Кришна. Нет, не дасы. так же. Даже если это дасе, то даже дасы, они жителей к Кришне. Почему они верят, что Кришна, как наш ребенок. Чем они говорят, что христиан смотрели на Уттам, czyli в Уттам, Махабраду, и Устаму, велики, что нужно еще раз слушать, чем это наслаждение, что Вы говорили на Батселе наслаждение. Вчера утром мы слушали, как Райер Мананда рассказывал о славе Дасиарасы, о славе слуг Кришны. И Махаправдат реагировал на это с фразой «садья саар». О, среди всех целей это суть. Садья означает цель, а сара означает суть. То есть это лучше среди всех целей, к чему можно стремиться. Пожалуйста, говори дальше. И тогда Райер Манан начал описывать красоту дружбы с Кришной, то есть сакьярасу. И в описании красоты дружбы с Кришной он показал, как Кришна счастлив, когда его побеждают. В этом мире людям не нравится, когда их побеждают. Обычно. Но непобедимый Господь счастлив, когда его побеждают, его друзья. Из любви к нему они его побеждают. Ему это очень нравится. И была соответствующая история про Шридама, как они с Кришной боролись, как Шридам положил Кришну на лопатки. Когда мы говорим о Вриндаване, во Вриндаване обычно не упоминается дассиараса. Описание Вриндавана начинается с описания дружбы с Кришной. Того чувства внутри слуг Кришны, которое говорит им, ты равен Кришне, ты ничем не хуже Кришне. Кришна, он такой же, как ты. То есть это дассиараса, дружба основана на чувстве равенства. И даже если есть слуги у Господа Кришны во Вриндаване, те, кто прислужат в ее доме, те, кто являются младшими по отношению к Нанди Махараджи, то есть его подданные, и по этой причине занимают в иерархии общество ниже положения, чем у Кришны, тем не менее, в своей дасси, в своей служении они питают такие чувства Кришны, что они могут повелевать Кришной, приказать Ему, что-то делать замечание, даже наказывать Его. То есть это не та дассиараса, которую мы знаем в отношении Ханумана или еще где-либо. То есть это не чистое дассиараса, не чистое служение. Оно пропитано более высокими настроениями, такими как сакья дружба, или родительскими отношениями помощницы мамы Ишоды в ее доме, кормились и так далее. Они питают огромную любовь, нежную любовь к Кришне. И они хотят Его лично кормить, нянчиться с ними, садить Его на колени. И при этом, если Кришна что-то там спроказничает, они будут ругать Его. Они пытаются Его научить, как правильно жить, как правильно Он должен действовать, воспитывать будут. Таково настроение в Радже. Да, дальше. Он говорит о бацалраше. Это о бацалраше, это об upsetting. Деньги. Деньги. Он говорит о её обслужении. Он говорит о того, что это смахар. Он говорит о драку. Он говорит о траку. Он говорит о швакахаре. Он говорит о нанда-жасадаха. Они говорят о поисковом актимизации. Продолжение следует... 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 Матери, не бойся мне. В то время, Кунти был в Бриндаване. В то время, Кунти. Когда Кунти стути Кришна, он сказал, «Кришна, я тоже поблился, когда я видел его в прошлой неделе». Когда Матери, Матери, я садил тебя, в то время, в то время, ты был мыпом, 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 очень опасно к Кришна. «О, Матери, Матери, не бойся мне, не бойся мне, он мыпом». Тогда я подумал, «О, как это происходит? Кто есть Кришна? Он Супремен Парсонал Год-ед». Даже Кришна, если он выглядит так, даже Кал, Джамма-Махараза, он срабатывает, если Кришна выглядит так, и теперь, он Супремен Парсонал Год-ед. Теперь он оперет от Матери, Ясада. Это драма? Реально Кришна оперет. Кунти-челли, когда я увидел, я сказал, «Но, Ясада, я не знаю, вы оперетете Матери, вы оперетете Матери, Поэтому, в таком случае, Матери, я принялся к Кришна. Я принялся к Кришна. Я принялся к Кришне. Я принялся к Кришне. Я принялся к Кришне. Это то, что кровь пришел, и Деват, теперь он идет на высоту. Я не знаю. Я не хочу транслировать на Матери. Всегда. Какое-то происходит, и что-то происходит. Итак, Рай Рамананд, до этого он завершил свое описание сакьярасы, когда Махапрабху услышал о дружбе с Кришной, он сказал, «О, это утам! То есть это лучшее из того, что я слышал. Говори дальше!» И тогда Рай Рамананд начал описывать славу о родительской любви к Кришне. Я не знаю тех шлок, которые, две шлоки, которые процитировал Махарадж, но в них говорится о том, какие же аскезы, какое сукрити совершили Нанда и Шода, чтобы заполучить Кришну в сыновья. До этого мы подошли к тому, что в своей любви слуги Кришны чувствуют свое равенство с Богом. Но сейчас любовь к Кришне делает их внутренне выше Кришны. Они чувствуют свое превосходство над Кришной. Они чувствуют, что они должны покровительствовать Кришне, заботиться о Нем, иначе без их любви Он умрет без их заботы. Такова слава вассаля расы. Теперь слуга превосходит Господа. И далее Махарадж рассказывал истории, как это проявляется, когда мама Ешода гоняется за Кришной, она видит, как Кришна озорничала с горшком, с йогуртом. Она хочет его привязать к ступе. Она достает ленту из своей косы и пытается связать его этой лентой. Великие йоги мистики пытаются ухватить в своей медитации лотосные стопы, сияние лотосные стопы, Багавана удержать в своей медитации, но у них не получается. Это очень сложно. А мама Ешода с помощью ленты из своей косы связывает Кришну полностью, привязывает к ступе. Кришна не хочет, у нее не получается с первого раза. И соседке мама Ешоды говорит, ой, Ешоды, похоже, Господь Брама, творец этой вселенной, и тот, кто пишет нашей судьбы, не записал, что ты можешь связать Кришну. Чего вы такое говорите? Как это я не могу связать Кришну? Кришна мой сын, я его родила, я его обязательно свяжу. И мы знаем, чем эта история закончилась. Она связала, она его привязала к ступе. Или Кришна убегает от мамы Ешоды, она бежит за ним. Кто может догнать Кришну? Помните историю с Калаявной? Он не мог, Кришна просто шел, а он за ним бежал, не мог его догнать. Но мама Ешода применяет разные хитрости. Соседки могут смеяться над ней, она думает, ну как же я не могу поймать Кришну? Я поймаю Кришну, он же мой сын. Вот этот ее Абхиман, он мой сын, он младше меня, он подчиняется мне, он должен подчиниться мне, я должна его воспитать. Ее любовь вот в таком настроении подчиняет Кришну воистину. Поэтому она хватает хворостину или какую-то палку, замахивается, Кришна, я сейчас сброшу тебя. И тогда Кришна застывает. Он боится сдвинуться. И он говорит, мама, то я очень боюсь палку, пожалуйста, убери ее. И дальше идет игра слов, которые Махарадыч пытался перевести. Она говорит, хорошо, я не буду бить, я буду поклоняться тебе. Это буквальный период. Но она действительно означает, да, я не буду тебя бить, я тебя буду много бить. Я тебя буду сильно наказывать, чтобы сделать из тебя человека. И Кунти возносит молитвы тому, что она видит. Я спросил, раз такое может быть, как оказалось Кунти во Вриндауне. Он говорит, да, она была в Вриндауне. Потому что есть описание, есть молитвы Кунти, где она рассказывает о своих впечатлениях, о том, что она увидела, когда мама Ишода пыталась поймать Кришну. Она видела, как она привязывала Кришну. То есть она видела вот эти детские лилы. И она была поражена. Как такое может быть? Ведь кто такой Кришна? Кришна – Верховный Господь. Он тот, чьего одного взгляда хватает Ямараджу, чтобы испытывать страх. Ямарадж – бог смерти, кого все боятся, боится взгляда Кришны. Но сейчас Кришна дрожит, видя палку в руках мамы Ишоды. Он плачет. Как там? В Дамадараж таки во второй шоке. Рудантам Мухурнетра и Мамриджантам. Он плачет, он растирает слезы, ладошками, и он схлипывает, и его грудь дрожит от страха. Когда он тяжело дышит, видя палку в руках мамы Ишоды, он боится. Кришна… Я сказал… Нандава sometimes, «О, Кришна, can you bring my shoes…» Кришна… «канна не наоборот, не наоборот, не наоборот, не наоборот» Кришна… «кактый, да, 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 Он не мог не ходить, и не мог бы не ходить, и не мог бы не ходить, и не мог бы не ходить. И Крисна танцевала, и танцевала. Материнандава, она стала очень рада, и она сказала, что мой сын, очень хороший сын. В нашей Индии, каждый род и мать всегда думает, что когда я буду old, мой сын будет смотреть на мой сын. в нем нет ни в старой доме, в душе, мама был в старой доме, а с женой всегда смотрит на родственник, всегда смотрит на родственников, всегда смотрит в душе. Так что, Нандава говорит, «О, мой сын, очень хороший сын». Потом он получается, «От я и я», «О, мой сын, он смотрит на мой жизни». Он становится настолько счастлив, говорит «Откак, хорошо, sit down». Он так счастлив, Нандава, он так счастлив, И Нандхава, наше время, кршна, Баларама, он такой, паус, с одним сторон с нехалю, кршна, второй сторон с нехаля, паус, кршна. Нандхава ети, наше время, в Кршна, он так и едет к Кршна, два жилья, и наше время, кршна, Нандхава ете, с Хармой. Нанtheid Хабаров. Однажды Нанда хабаров, когда ехала на тьмы, он был добавлен к тьмы, где пушал на тьмы. Натахар – когда он ест в челие, надо когда ети в челие. Когда он пухает им на тьмы, на тьмы, если он ехал, то он пересел и печал на тьмы. Добавил субтитры Алексею Дубровскому. 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 Да, здесь и так, в Браганат-тепле. Это, это красный февер. Поэтому, кришна, вот такие женщины, в которой Райдаману, какие-то пищи активы они делали, Нанда и Ясад, и как кришна, вот так, Кришна, как Райдаману, как кришна,erson, тоже, когда кришна, берёшься милки, вот, 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 Мадрадаману, она берёшься милки. Кто это, кришна? Все жива назвала себе Old Jeeva´s ongoing тендерах Вишвам tighter Омат comprend Burstand, принести saving里 Матабы, на 33funded недели А formul Игорь Матери 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 подчинилubs Ал VICHewа наchet 등 Он говорит Блок 5 группы Он говорит Блок 51 апел Но Матери 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 Hill 39 млн А когда О被 Блок 5 группы Bassе Maат般rat Рай Раманада прославляя Саки Вацали Расан говорит Какое благочестие совершили Нанда и Шода Из-за которых Верховный Господь Кришна стал их сыном Мама Ишода кормит Кришну своим грудным молоком Она берет его на руки и Кришна пьет это молоко Мама Ишода в этот момент испытывает необычайное чувство восторга и счастья От одной мысли, что Кришна пьет ее молоко В этот момент все волоски на ее теле стоят дыбом Слезы текут, она целует лицо Кришны И сердце ее тает от идеи, что Кришна пьет ее молоко Мама Ишода говорит, что Кришна пьет ее Мама Ишода говорит, что Кришна пьет ее молоко 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 Мама Ишода, что Кришна ел глину Мама прибежала, схватила Кришна за ухо Что ты делаешь, проказник? Ты почему ешь глину? Ты прежде воровал масло, а теперь ешь глину? Нет, мама Ишода, я не ел глину Они меня наговаривают Мы сегодня боролись И они все мне проиграли Теперь в отместку они говорят, что я ем глину На самом деле все было не так Они мне проиграли в борьбе Потом они своровали в своих домах всякие вкусности Ладу и так далее Начали мне это предлагать Я сказал, что я не ем краденое Тогда они подумали О, сейчас Кришна пойдет нас, жалуется нашим мамам Что мы украли в своих домах все эти сладости И поэтому они решили меня оговорить Прежде чем я расскажу про них Они тебе сказали, что я ел глину Это все трюки Ваши дети занимаются с подобным? Да? Да Так 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 что они technical И одну разу Одну разу Все шаха Люди пытались, что надо сказать, чтоトру Крисна. Расскат, когда США всегда один был лошадник, и мы также сказал, что Баладею, что сегодня я тоже предложил, и все с одной стороны Крисна одинакового дождей, Крисна ему говорит, почему они лошадник с disorderly не с сюрпризом? Вы не знаете, вы фестиваль от Мадрия Ясуда, поэтому именно это. Таким образом вы сфотографировали, что он выгоден вот на муfer и активирован. И что Кризисна и Мадрия Ж unveil, что вот что? Here, our Guru Dev, he gave commentary here, he gave commentary here. Нанда, Ясуде They are not doing pious activities. Why They are eternal associates of Krishna, eternal associates. What happened to once? They once, they were the Drona and Dhara. They are two persons. They are a great attitude. They are attracted to Brahma. и когда он который остался тебе такое пищи тебе ступал, куда participation он хочу punya данный подход под Tank. как он натуральный, он логает его, ему0000 к Civic Фотак. Как его давно состояние рыно, у яныцей нетrico, снижениемlehца,TT в Friedenže. Довольно. Я хочу Вас. Гурдави, которые благодарят, include в Брху, как его позволяет��ам принять верендацию принятие и дара. Брху – это Дасхарас. Брху – это Дасхарас. То есть, как пишет Бадшаласа? В Брху – это можно сказать. Как и пособят верендацию принять! amм! Продолжение следует... 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 На окраине селения, где живут люди, которые не входят в высшие касты Те, которые просто убираются, наводят порядок Хочу стать камнем перед калиткой одного из таких людей, в Раджи, Браджабаси Когда он придет после трудового дня и будет вытирать свои ноги обо меня Камень используется как скребок для ног То есть его молитва говорит о его настроении и служении, да, Сирасы? Как же стало возможным, что Брама, имея такое настроение, мог дать что больше Дроне и Дхаре? Объяснили таково, что, конечно же, он не мог дать Это является лилой, это игра Да, тогда он говорит вторую слогу, вы знаете, вторая слога говорит Но ответственно не поддержкаizers об этом, не понимая, что люди испытывают так. Я не понимаю, что это, что это, как форуне. Форуне, не получили Брахма. Кто это Брахма? Брахма — это Крисна, Брахма — это он. Но и его сын, кто это, как форуне, не получили Брахма. И кто это Санкар? Санкар — это Хри Хар и Екатма. Они не разные, они сами. Хри Хар и Екатма — они сами. Но Санкар, кто-то как форуне, не получили Санкар. И Лакми, кто-то как форуне? Лакми — это Нарайана, его муж. Но теперь это Белбан. Теперь он как форуне. Кто-то как форуне, не получили Брахма. Но это как форуне, не получили Брахма. Он как форуне, не получили Брахма, не получили Брахма и Санкар. Алли Лакми. Попытаюсь перевести, насколько я понял. Речь идет об удаче. О той удаче, которую и обрели Нанда и Ешода. Или Драна и Дхара, упомянутой прежде. Во втором стихе, прославляющем Ваца Ля Прему, Рай Рамананда говорит о том, что удача, которая на стороне Ешоды и Бабы превосходит удачу того человека, который может стать Брамой. То есть может занять положение Брамой, то есть стать сыном Кришны. Она превосходит удачу того, кто может занять положение Шивы. Шива считается не отличным от Кришны. Даже того, кто получает такое положение, как у Ешоды и Нанды, Боль удачи, даже чем сама богиня удачи Лакшмии, супруга Нараяны. По-прежнему она совершает свои аскезы в Белване, во Вриндаване, где поклоняется Браджабасе, чтобы обрести место в Танцерасе и не может этого получить. Она богиня удачи. То есть удача, которая на стороне Нанды и Ешоды, намного превосходит удачу всех этих великих душ. Но когда он рассказывает эту слоу, то угас кажется, что Kollege Прабу говорит, что это удача. Махаприю, также говорит, что это удача, что это удача. Но Махаприю рассказывает, что это удача, что это более нормальная правительность. Рай Рамануна та Лингхан, Канта бхава, према садья сар, Канта бхава, муд о гопи, Према садья сар, Садья садья, садья 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 садья, meaning the goal among all the goal, is the among the all goal, this is the top most goal of this is the mood of this, Мудхова-канта-бхава, гофий-бхава. Then he is telling some слога, he is telling the nāyam, Shriyanga-o-nithyānta-harata-prasada-sor-jasitāma-nalini-gandha-rutam-kuchanya-raśat-sabasya-bhuja-dhanda-grihitakanta-labdhā-sisam-ja-udhgād-brajasundhari-na. Telling how these brajigopis, how they are fortunate. Why? They are so much fortunate. This sloka is telling the Uddhav, he is telling the Uddhav, this sloka, he is residing Uddhav. And when he resigned this sloka Uddhav, when he came to braj, before Uddhav is thinking, I am the toughest devotee of Lord Krishna. You know, he is thinking, we have so much jnāni knowledge. And he is thinking, oh, you know, they are telling five kinds of devotees. Suddha-bhakta, jnāni-bhakta, suddha, prem, prema per prematū. You know, after devotee, devotee is the... This devotee finishes there, not any more than devotee of this Uddhav. But who is the gopis? Well, gopi is the devotee. They are not devotee. There is the anandachinmairasa-pratibhavitāvi. You know this sloka? Anandachinmairasa. This is the Radharani's. Radharani's one-one mood. They are taking the one-one form of this gopi. The anandachinmairasa, this is the transcendental melo. He takes the one-one form of this gopi. They are not anistri. Brahma is telling. Once, Narada asked to his father Brahma, I said, Father, why you are sixteen, sixty thousand years, he did very great ashterati, attend the mood of gopi. Who asked? Narada asked Brahma. Narada. But before you told, he is in Dasarabhava. Yes, Dasarabhava. But he is doing ashterati, you know. He did not gut, but he did ashterati. You know, ashterati to attend the mood of gopi's mood. Like this Barsana, you know, Barsana. Brahma himself takes the form of Barsana. He is himself. So why you want to attend this thing? Why? Why not then Brahma telling, Oh, son, this gopi's, they are not girl, you know. They are not girl, ordinary girl, they are not, you know. They are not ordinary person. They are very high-class devotee of Krishna. They are anandachinmairasa, pratibhavidasa, murti. They are not girl. So I have attended the mood of this Barsana gopi's. So here, Uddha, he himself, yeah, yeah. Uddha, before he was so much proud. Oh, when I can go to Braja, easily they are car-hot ladies. Easily I can explain to Krishna everywhere. He is Paramatma. Why are weeping for Krishna? But when Uddha Braja, and when the glory of Nanda Baba, when the glory of this Braja gopi, and when the glory of Srimati Radharani, you know, that's Brahma Gita, then Uddha with a surprise, you know, with a surprise, wow, wow, how kind of this bhakti, this gopi is. Then, five, six slog, he is doing glory of this Braja gopi, six slog there. There, this is the one slog, this is the one slog in the gopi, this is the, this is the, this is the, telling Nayama Sri Yankava Nithanta Prasada, but who is, you know, who is fortunate even Lakmi, she did not attend, you know, did not attend. And who is the staying in the heaven planet? Heaven planet, who is the heaven planet? There is the Baman Dev, you know, wife of Baman Dev, there also some Lakmi, you know, Baman Dev Swarga. There, when saw the glory of this gopi, they are also doing, try to attend this mood. Until in Nalini Gandha, whose body is coming, very good fragrant, like this lotus fragrant, you know, this body is coming, lotus fragrant there. So, even they are, you know, did not attend this kind of fortunate. Well, which kind of fortunate? The gopi is, who is fortunate, gopi is attained. Well, who are fortunate? Gopi is attained. Well, when Krishna is doing Rasalila, when the Rasalila, their time, Krishna sometime, they give example, Krishna's, how this arm, this arm, this arm is the puja, dhanda, grita, you know, snake, like this snake, his head is big, and so, 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 so. Like Krishna's hand, very good hand, you know, his hand looks like very beautiful Krishna's hand. Sometime by this hand, sometime Krishna, you know, this gopi, you know, this neck, like this, you know, Krishna the hanging, like this one mother, one son, sometimes, he asks this mother, what doing? Oh, this is the hand, like this, oh mother, I can't give this thing, oh mother. Begging, sometimes, son begging to mother, you know, I don't know what is their language, how they explain. Sometime, son, they are begging to mother, mother, oh give to me, I want this thing, sometimes, you see the, weeping and begging. like this, sometime Krishna also, he is doing this, I couldn't understand. gopi, you know, gopi's neck, like this example, you know, Krishna sometime, they are Krishna, what, what I explain, I don't know, that sometime Krishna doing, gopi's neck, like this doing, and begging something, oh Braju gopi, you never left this Rasrila, you know, if you left this Rasrila, then Ras completely, finishing this Ras. sometimes, Krishna also, begging to this, love and affection, this Braju gopi's, asking, Prabhujadanda, grihita, kanta, labdha, sisa, jodgata, braja sundarinam, Krishna is sometime, begging to love to, Braju gopi, that guy, fortunate Rasrila, this is not an ordinary, this Rasrila, even Sankar, even, like me, she cannot enter, even Sankar came, to take the form of gopi's, but, when Krishna understands, now he is the gatekeeper, you know, Vrindavan is the gatekeeper, who is fortunate, Brahman did not get, Sankar did not get, and Uddhav did not get, Narada did not get, but who is that kind of fortunate, who got? Braju gopi, they got this fortunate, there entered this Rasrila. After that, love and love, they are not ordinary women, In Bhrichat Bhagavatamrita they are talking about five kinds of types of Bakt, Ghyana Bhakta, Sudha Bhakta, Prima Bhakta, Prima Bhakta, Prima Parabakta, Prima Utthara Bhakta, Prematura. Вот. Среди них высочайшим Prematura, лучшим среди Prematura Bhakta, то есть Bhakta, в два раки, является Uddhava. Однажды, Кришна послал Uddhavu во Vrindavan. Uddhava думал, ну, я великий ученый, он, брехаспати, я великий ученый, поэтому, для меня не составит труда утешить жителей Враджа, им объясню, что Кришна повсюду, Верховный Господь, поэтому какие проблемы. Но когда он оказался в Vrindavan, и увидел то, в каком состоянии находится Мамайшода, Нандабаба, а потом Радика и Гопи, когда он увидел их проявление, их любви, он был очарован, он был поражен, потому что, когда он увидел их любовь, он подумал, по сравнению с их любовью у меня нет любви вообще к Кришне. И в Шримадбхагу там есть шесть шлок, шесть стихов, в которых удово прославляет любовь девушек Враджа. Один из этих стихов как раз и произнес Рая Рамананда, когда начал описывать читанье Махапрабу кантапрему, то есть любовь девушек Враджа. Он говорит о том, что они не являются обычными девушками. В Брамасамхите говорится, к сожалению, не смогу процитировать эту шлоку, Махарадж ее начал цитировать, первую строку, но в ней говорится о том, что Кришну сопровождают во вриндаване миллионы, миллионы богини Лакшми, богини Дачи. Кто такие девушки Враджа? Они являются олицетворением того или иного настроения Шримадбхи Раддики в любви к Кришне. Шримадбхи Раддика источник всей любви к Кришне, всех настроений в любви к Кришне. И когда то или иное настроение принимает образ соответствующий, этот образ, это конкретная гопи во врадже. То есть все они являются Кая-Вьюха, все они являются экспансивающими Мать Раддики. Вот такие гопи. Они не являются бактами вот в этой вот иерархии пяти видов бакт. Потому что их любовь намного превосходит, и их положение намного превосходит. Они фактически шакти-багавана. Они не отличничные Мать Раддики. Поэтому... Далее. Чтобы показать их удачу, показать удачу гопи, насколько возвышено их положение, в этом стихе Удва сравнивает и показывает, насколько они превосходят таких великих, удачливых душ, как Господь Брама. Господь Брама совершал шестьдесят тысяч лет аскезу, чтобы войти в настроение в Раджа Гопи. Об этом говорит Нара Дамуни. Он однажды спросил у своего отца, ради кого он совершает такие аскезы. И он начал прославлять и говорить о девушках в Раджа, о том, о их возвышенной любви к Кришне. Также однажды Господь Шива принял облик Гопишара Махадева, когда Пурнамаси благословил его обликом девушки в Раджа. Но при этом он не обладал нужным настроением и соответствующими знаниями. У него не было внутреннего составляющего, чтобы служить Кришне так, как служит девушке в Радже. Он был распознан и в конце концов он получил положение привратника в районе танца Раса, Раса Мандалы. Он стал охранять в Радж, охранять место, где происходит танец Раса. То есть даже Господь Шива не получил, Господь Брама в результате своих аскез стал Брама Парватом на Варшане. На Варшане есть место, оно состоит из нескольких холмов, нескольких гор. Один из них это Брамаджи. Брамаджи принял Тоблик. Никто из них не получил такую милость, как девушки в Радже. Прежде уже упоминалось богиня удачи Нараяни, то есть супруга Нараяны. Никто из них не имеет такой удачи, как в служении Кришне, какое есть у девушек в Радже. она выражается в том, что все молят о удаче, все молят о милости у Кришны. Они называют океаном сострадания, океаном милости. Все молятся и поклоняются Ему. Но кому молится и кому поклоняется сам Кришна? Кришна, как маленький мальчик, просит у мамы, как Кришна, например, просит у мамы еще что-то вымаливать, какие-то сладости или еще что-то, или он хочет ее молока. Вот точно так же Кришна ходит с сложными руками. Он вымаливает милостью девушек в Радже, чтобы они не оставили Его в момент танца раса. Настолько сильно он испытывает счастье от их любви в момент танца раса, что он нуждается в этом очень сильно и не хочет даже мысли допустить, что они Его покинут. Поэтому он умоляет их о том, чтобы они Его не оставляли. Такова слава и величие девушек в Радже раса. Девушек в Радже. Все молятся и поклоняются Ему. Все боятся Его, но только не эти удивительные существа, которых зовут Раджа Деви. Раджа Деви Раджа Деви и все Браджа Деви Раджа 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 Деви Думаю, что есть смысл, может быть, есть какие-то слиптуры, как Кришна появился между этих гофисами. Это вот, да. Да, 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 это вот так, да, и Кришна появился вот так, да. Почему? Это индивидуальный cultureд. Индивидуальный cultureд, кто-то делает очень плохо, очень плохое. Индивидуальный клеток, это означает тринадхи-суни-чанам. Кришна, он такой, и говорит, о гопи, я делаю так много оборудований, я делаю так много оборудований, и я делаю так много оборудований, вы выдержали моего лотуса. Такое оборудование. И это пито-марадарвасакшна, и это нахи-маля, вы знаете, это гардер. Но, в чем гардер? Раслила, Радхарани, она сам сделала это гардер, и она поставила на нахи-кришна. И это же гардер, крисна говорит, о Радхи, вы не думаете, я не могу забывать вас? В чем гардер, вы поставили на нахи-кришна? В чем гардер на нахи-кришна? В чем гардер, это гардер, это любовь и аффекция. В чем гардер на нахи-кришна? В чем гардер на нахи-кришна? Вы не думаете, я не могу забывать вас? Я не могу забывать вас, нахи-кришна, он называется, что это очень-очень хороший человек. Я так много, я делаю, что-то нить, и это будет. И в нем надо, и в нем он сказал, что-то очень-очень красиво, это кофе-кришна Белир Куйпид became different from that mood, he appeared there. Во время Шарадея, то есть осеннего танца Раса, когда Кришна заиграл на флейте, пришли миллионы девушек в Раджа. В момент, когда они начали танцевать с Кришной, чувство удачи, они осознали себя самыми удачливыми девушками во Вселенной. И это не понравилось Шримати Радике, что они перестали думать о чувствах Кришны и начали думать о своей удаче. И она тут же покинула танец Раса. Как только она покинула танец Раса, Кришна потерял интерес к этому танцу Раса и тоже ушел, он ушел на поиски Шримати Радики. В какой-то момент, я сокращаю, потому что Махарадж не рассказывал этих подробностей, в какой-то момент получилось так, что Кришна оставил всех, в том числе Шримати Радику. И девушки в Раджа вместе с Шримати Радикой сидят вместе. И в унисон поют гопи-гиту. В разлуке с Кришной они поют гопи-гиту. И Рая Рамананда, тот текст, который читает Махарадж, там процитирована была последняя шлока из гопи-гиты. В ней настолько сильные чувства выражены, чувства любви девушек в Раджа к Кришне, что Кришна, когда услышал эти слова, он не мог больше сдержаться, он не мог больше прятаться от гопи. И он был вынужден появиться немедленно. В той шлоке гопи говорят, выражают свои чувства примерно такими словами. Они говорят, Кришна, когда ты уходишь спасти коров с твоими друзьями, ты идешь босиком по лесным тропинкам или даже по местам, где нет никаких тропинок. Во Вриндауне очень много острых камушков и колючек. И от одной мысли о том, что твои нежные стопы, а они настолько нежные, что мы даже боимся их прикладывать к своим грудям, потому что считаем, что они недостаточно нежные, они жесткие. Мы боимся ранить тебя таким образом. Но когда мы при этом думаем о том, как могут быть ранены твои стопы, нежные стопы во Вриндауне острыми камушками и колючками, мы испытываем такую сильную боль, что для нас жизнь становится нестерпима. Нам легче оставить этот мир, чем терпеть эту боль от мысли, какую боль испытываешь ты. И эти слова находятся в последнем стихе Гопи Гиты. Когда они ее пропели, Кришна испытывал такое сильное чувство вины и долга перед ними, что он им во всем обязан, он хотел появиться перед ними так, чтобы его внешний вид был настолько привлекательным, чтобы они простили с одной стороны, а с другой стороны ни за что бы не отказались с него, ни в каком случае не оттолкнули его в обиду за то, что он оставил их. И он появился с ложными руками, с своей питамбарой вот так вот вокруг шеи. Махарадж говорит, что у нас сегодня есть такая культура, такая традиция, что когда кто-то что-то действительно натворил очень сильно и чувствует, что он виноват, он делает вот так вот, обматывает накидку себе вверху вот так по кругу. Это символ того, что вот знаете, есть хамут, который наживает на живот. Он говорит, я как животное глупое, пожалуйста, я полностью в вашей власти. Он приходит к ней с ложными руками, также его украшает та самая гирлянда, которую Шимати Радика ему подарила в момент танца раса. Она своими руками сделает эту гирлянду, и Кришна говорит, я не забыл тебя, твоя гирлянда по-прежнему со мной, потому что гирлянда символизирует любовь Шимати Радики. Гирлянда символизирует объятие, когда ее предлагают. И Кришна, появившись очень виноватый, с ложными ладонями, в то же время необычайно привлекательный, его сильное желание, чтобы гопи ни в коем случае не толкнули его, не оставили его, исполнил Йогамая, и Сандини Шакти создал настолько привлекательный образ, который называется Маданамахан, то есть тот образ Господа, который покоряет даже миллионы богов любви, настолько он привлекательный. Поэтому, когда он появился, гопи не смогли его оставить. И в то же время в этой лиле показано, насколько Кришна находится во власти любви девушек-враджа. Настроение Бога трената письма еще не надо? Да, да, да. Да, да. Я говорю, что это очень высокая класса вещей. Но в то же время не надо слушать это. Мы слушаем Райерман Самбат. Да. Потому что это Райерман Самбат. Это на английском языке. Да. Да. Я понимаю, что то, что я рассказываю, слишком и очень возвышенно. И здесь много новеньких, которые на самом деле не способны сейчас понять. Но однажды они стали старше и так далее оценят эту тему. Хорошо. И тогда он говорит еще одно слово. Это слово Кришна. Он имеет большую баву. Это большая. Бхагавад-гита, это самый самый баву, Кришна. Если 10% вы можете просить меня, то я могу дать 10%. Если 15% вы просить, то я могу дать джей-джата. Какая-то вы можете просить меня? Какой-то можно просить меня? Это сколько я могу дать джей-джата. Но это такое Кришна. Это большая бава. Но где он broke? Он это бава. Он из-за Расрилана. И из-за гописа. После гописа с Расриланом он сказал, «О Кришна, гописа, я не могу дать джей-джам, я не могу дать джей-джа-джам. «При мне, ты все оставила, все остальное, папа, мама, brother, brother, our house, everything for me, you are rejectable for me, you are rejecter for me. So if I take the age of like this Brahma, then I can repay your debt. So Krishna, only front of gopi, this vow is broken. Насколько велика любовь девушек в Раджа-Кришне? В Бхагавадите Кришна говорит, насколько вы предаетесь мне, настолько я отвечу вам. То есть как вы ко мне, так как я вам. Если вы отдаетесь мне на 10%, я отдамся вам на 10%. Если вы мне отдаетесь на 50%, я отдамся вам на 50%. Он дает свое обещание этому, он обещает очень сильные слова. Он богован, он может исполнить свои слова. Но во время танца раса, когда все это произошло, он говорит, Гопик, пожалуйста, простите меня, я не способен отплатить вам той же монетой, что вы мне. Я не смогу сделать то, что вы совершаете по отношению ко мне. Из своей любви ко мне вы оставляете всех. Отца, мать, семью, дом, детей, братьев. Все оставляете ради меня, но я на такое не способен. То есть Кришна дал обещание в Бхагавадите во всеуслышание. Я вам отплачу тем же, чем вы мне. Он гарантирует это. Но в отношении любви Девушек Вараджа, он говорит, Я не способен отплатить вам, даже если проживу жизнь длиною жизни Брамаджи и буду всю эту жизнь служить вам благочестиво, я не смогу отплатить вам той же монетой. И когда Махапару здесь, Махапару становится очень радостным. Махапару говорит, что все радости, которые присутствуют в гопи. Все радости. В этих пять, семь, десять, сакхи, бадхал, все радости, которые присутствуют в Мадурад. Какога кфару говорится, как это. Поэтому все радости, которые присутствуют в мире, это материал. У нас есть много партнеров, кто-то какой-то какой-то партнер, а вот сегодня он не может быть真ум. или эхи, когда это будет девушек, он может быть�ином. А почему? dogart. Такой женщина, вы знаю, выбранного спокойствия тоже, когда сыlev校,ーム�histagle поittали подобные новости, какие дорогие были родственники и другие мультфильации людей, в котором уже хирургаем, какие-то проблемы, у нас Th social chang такое. В nem oldest родственника когда- replanteю его stored на средство, растёт этого цвета, У нас это. Не смейте, но еще раз. Мы все-таки обладались в таком-каке, с киевикой и обладались. В Индии, coaching друг друга. Он всегда прашаат, а потом он был в дом, а потом и, по-настоящему, все еще и он. И вот этот мужик делает хорошие прасады, он приведет к ему. Это был наш Эддиан. И у нас есть Даси-раса, он тоже присутствовал его. Здесь она тоже думает, что он Даси. В нашей Эддианской культуре она всегда думает, что мой мужик, он мой Мастер, он мой Мастер. Так что она тоже есть Даси-раса. И уже Срингар-раса, Мадур-раса уже присутствовал его. Он ездил на этой универси. Уже для этого можно только на Искр. В этом универси есть Дадина-бартия-раса, другая и на Маду-батшал-раса есть Дадана-бартия-раса, Дадана-бартия-раса есть, он приведет к Срингар-раса. Это Срингар-раса есть. Идя и он их все. И все из Баттии, в трёх баттию, его роман был к этой еды. Он сказал, что они говорят, что это Срингар-раса, то есть Срингар-раса. Когда женщина пришла, она оставила все, и теперь она осталась с этой женщиной. Почему? Потому что у нее есть все расы, и она есть женщина. И когда Махабру слушал это, она становится очень счастливой. Почему я, понимаете, что здесь есть желание? Она говорит, что вы не говорите, что ваш mouth пришла, это стремя, это расы, это расы. Махабру становится очень счастливой. Тогда Махаправда asks him, can't possible, telling more than this, then telling more than this, then telling this material world, nobody, this material world, he is asking more than this. Why? Jeeva, даже садхан, at last he can go to this mood, of this gopij mood, after no, anything, you know? This material of nobody is asking more than anything else. That means you are not ordinary person. You know, he is asking this wall, nobody is asking more than this thing. You are not telling the glory of Shri Mati Radha Rani. Слава Шрингара-расы, то есть любви девушек в Раджа Кришне, такова, что она включает в себя все настроения предыдущих рас. То есть Шрингара-раса включает в себя и Дасия-расу, Исаакия, Ива Цалия, и, конечно, саму Мадури-расу. Посмотрите, этому примеру есть в нашем мире. Когда юноша женится на девушке, на своей любимой, через некоторое время друзья начинают замечать, что он начинает пренебрегать нашей компанией. Он все больше и больше проводит время со своей девушкой, со своей новой женой. Почему? Потому что этот юноша обнаруживает, что его девушка заменяет ему всех. даже родителей. Почему? Потому что в ее любви есть все виды настроений. Она может быть ему другом, они могут на равных играть во что-то. Она может быть ему как мать или как отец, то есть заботиться обо всем, и о нем, и о его детях. Она позаботиться о том, чтобы он пошел сытый на работу, чтобы он с работы вернулся сытый, чтобы в доме все было идеально. Его одежду, обо всем. Да, Сиараса. Да, Сиараса. Служить. Да, я бы об этом сказал бы. Вот. Да, Сиараса. Вы же знаете, что в индийской культуре женщина относится к своему мужу, как к господину. Это настроение есть, настроение верности и предности. Таким образом, даже в этом мире, который является искаженным отражением того, что в духовном мире, мы можем видеть, как в отношениях возлюбленных есть все виды отношений, которые есть между людьми. Таким образом, любовь девушек Враджа включается в все виды любви, которые есть по отношению к Кришне. Когда Махапрабху услышал это описание Враджа прямо или Канта прямо, он был необычно счастлив. Он сказал Рай Роман, что он полностью удовлетворен, он очень-очень счастлив, что ничего лучшего он не слышал в этом мире. Но он сказал, может, ты можешь сказать что-то еще большее. И Рай Роман, когда услышал эту просьбу Махапрабху, он удивился и сказал, нет, ты не обычный человек, точно. Потому что то, что я рассказал в этом мире, очень редко кто-нибудь может услышать, очень редко звучат подобные темы. А о том, чтобы услышать что-то большее, чем это, я никогда не слышал, чтобы кто-то вообще спрашивал про что-то большее. В этом мире никогда не звучали вопросы о чем-то большее, чем то, что ты уже услышал. Поэтому ты точно не обычная личность. И тогда Рай Романант, в ответ на просьбу Махапрабху, начал рассказывать о славе любви Шимати Радики. Он говорит, что-то большее. Арширо? Вы уже слушали? Да. Арширо? Да. Да. Рада Рани. Рада Рани. Рада Рани. Рада Рани. Кришна Кунда. Рада Рани. Рада Рани. Рада Рани. Условики. Анят. Рада Рани. Рада Кунда. Рада Ради. Рада Рани. Копис думает, что кршна делает огромное любое в нас. Копис думает, что кршна с ней всегда делает кршна. Но раздавалтые, все равно снова met кровь и раздавалтые. И вот как пи, они думают, что кршна с ней всегда делает х мы. Кршна всегда делает его много любого и гопи. Думаю, что � Он принимает одну конжу и сказал, что крышна на эту под移, и они поднимают в форме сциклётаŞтred, потом крышна говорит, решает ли, что крышна не мог пройти с окном, но мы можем говорить две-два. Прините, что крышна!? Там крышна и так и делая колпаса восьмое, и крышна курил с окном, чтобы закририть к Радхарани. Когда все гопи и в доме открыть, где крышна, Кришнал Исову в Кршна, людей говорит:"Кришна, Лотус Jetzt". ерьезнен,TRboro П CO Jun嗯.. tudo Inside, в Кришна, Лотус 시작. sog mosquitoro OFF Кришна, Лотус Мазу и светAnge, оно синboth, оно tested и оно все опAnn source. Но потом,比較 назад до the perfectura пакету, там천ни Oneев, непосредственно окash更了оот причем это все extremонельное событие. И mr. Самvl Manual по 뿌려шемуся,- Кто это лотус-пит? Но кто это? Но кто это? Саиди Абхарани. Лалита Абхишага. Когда они смотрят, это лотус-пит. Ну, почему? И когда Сухдебху Госвами смотрят, он становится очень счастливой. Ну, почему? Он говорит, что это лотус-пит. Это лотус-пит. Лотус-пит. Он становится счастливой. Он говорит, что они раадхи-та нунам. Он говорит, что это лотус-пит. Сухдебху Госвами 되ехали. Когда они одевают, если кто-то будет виноват, или кто-то будет виноват, они играют вроде ом. О, вы-виноват. Сухдебху Госвами ждет, говорят, что вы лобки. Именно где-то есть лотус-пит. Крисна, они им бывают. Крисна к ним, ваш с Ум? Вам этоva? Вода будет здесь, в которую va на Ярадит, с~! Много-Вода, которые все готовы, Вода хорошая служит к Кришна, Души, со Кришна, Отвечая Всему и решит Стримати Радхарани, Таким, что Радхарани преми, Тоттп большая преми, преми, он будет с вашей победой. Это не овениваемый, В этой слоке он и проигрывает tähän. Сугд Beneфлядnam Гасимовича, Вода ов Bugün Стори Бхагавата, Много-Вода, Радхарани, И для меня это токмысто-гопи. Поэтому Махабху Махабхан Швабхи. Арадж, почему ты говоришь, что Радхакунда и Шримакунда я не понял? Все это я понял, но... Это слава говорит радха-радха-приям, кундам-приям-татам. Как Кришна говорит... Это токмыстость позиционов Шримати Радхика. Есть стих, вы можете найти его в Упады Шамрити в конце, где говорится о превосходстве Шримати Радхики над другими девушками в Раджи. Там говорится о Шямакунде и Радхакунде, о том, что они не отличны от самой Шримати Радхики. То есть, Шямакунда не отлична от самой Шримати Радхики, а Шямакунда не отлична от самого Кришны. И что так же как дорога дочь в Ришибану Махараджа Кришны, так же точно дорого Ему Ее Кунда, то есть Ее Озеро. И дальше Махарадж начал рассказывать разные моменты, в которых подсказана слава Шримати Радхики. Прежде чем Шарадия Раса, вы говорили, что вы послали лилу, в котором послали все супремости от Шримати Радхика. Прежде чем Шарадия Раса. Прежде чем Шарадия Раса, это Шарадия Раса, это Шарадия Раса. Не, не, не. Прежде чем вы дали пример, еще один пример, вы дали первый пример. Просто после Радхакунда и Шримакунда, вы дали пример, как Шримати Радхика более супремен. Они сказали, что все гописи делают Сарба Радхарани. Даже гописи приемы, но даже все гописи Сарба Гопейсу Сарба. Даже все гописи Сарба Гопейсу Сарба. Сарба Гопейсу Сарба Радхарани. В Шастрах говорится, что все девушки Враджа служат Шримати Радхики. Когда произошел осенний Танец Раса, и все собрались, все девушки Враджа собрались, пришли на зов Флейты Кришны и начали танцевать, испытывая любовь Кришне к себе, они чувствовали, они ощущали, испытывали огромное чувство удачи, гордости, что они настолько удачливы, что они самые лучшие, что Кришна выбрал их. В этот момент Шримати Радхика испытала ман, то есть ревнивый гнев. О! Он говорил мне, что я самая лучшая, что я самая возлюбленная, а теперь он каждый выделяет такое же внимание, как мне, и это ее не устроило. Она тут же оставила этот Танец Раса. И Кришна, лишенный общества Шримати Радхики, также оставил Танец Раса. И произошло следующее. Когда девушки Враджи начали искать Кришну, Кришна принял облик Шьяма Гопи. Шьяма Гопи, да? Шьяма Гопи. Да, он принял облик Шьяма Гопи, то есть переоделся в саре. И девушки Враджи, они ходили не по одной, они ходили, разбились попарно. И Шьяма Гопи взяла за руку Шимати Радхику и повела ее, тоже как бы искать. И они искали в разных рощах. И Кришна увел в облике Шьяма Гопи, увидел Шьяма Гопи в отдельную рощу, где стал поклоняться ей. Вот. И через некоторое время другие гопи обнаружили следы на земле, они увидели следы Кришны. Почему они поняли, каким образом они смогли узнать, что это следы Кришны? Потому что они поклоняются лотосным стопам Кришны. Они знают все 19 знаков на его стопах. Они смогли определить, кто это. Через это время обнаружили, что рядом с цепочкой следов Кришны появилась цепочка очень красивых, меньшей размером нежных отпечатков стоп какой-то Гопи. И они удивились, чьи это лотосные стопы здесь оставили свои следы. Кто та удачливая Гопи, которую Кришна предпочел нам всем. И они пошли в поисках того, где находится Кришна, с этой удачливой Гопи. И в этот момент, когда Шукадева Гасвами, который находился там, он же является Шукой, то есть личным ручным попугайчиком Шимати Радики, когда он все это увидел, он произнес слова, которые являются... Потом тому, когда в Индии, когда кто-то побеждает во время соревнований, трубят в раковины, извещая и отмечая момент победы, чьего-то превосходственного другими, его триумф, триумф победителя. Вот точно так же, Шукадева Гасвами произнес стих, который отмечает триумф и высшую победу Шимати Радики над всеми остальными Гопи. Это слова «Анайя Радита Анунам», вот это первая строка «Анайя Радита Анунам», в которой он говорит о превосходстве Радики, что все... в этих словах говорится, что «Эта Гопи превзошла в своем служении и поклонении Кришны всех остальных, вот почему Кришна предпочел всех остальных именно ее». То есть это уже прославление любви Шимати Радики, что до этого говорилось о превосходстве любви девушек-враджа над всем остальным миром, а теперь говорится, что слава Шимати Радики ее любви Кришны такова, что она одна покоряет Кришну так, что уводит его из танца раса от всех остальных девушек-враджа, что она превосходит их всех в своей любви. Это «Джайдхани», «Виктория», «Виктория» 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 «Да?» «Это слога». И когда они говорят эти вещи, Махапара стал очень счастливым. «Да, это нормально». Но «Виктория» 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 В clear education это разницы на других народов. Найсумские учения могут LOVE punya знак. То есть во всевышний School, То есть говорит, что в принципе он большой, который говорит, что он такой хороший, и вот такой, такой. Мастер говорит, что он такой такой, в enfrente всех. Вот так, крсна говорит о Радахаране, но это из-за отсутствия. Это не установить Радахаране. Он такой… Если он представлен, все гописи, и кришна, в том же, кришна, он был вовсе, и он был любовь и любовь к Сримадирадарани, то все гописи думают, что его трудно, но здесь кришна, он был вовсе, не так, что кришна, он был вовсе, но и вовсе, это не так. Таким образом, это не полностью доказательство. Радхарани, в первую очередь, не доказательство. Потом, Гиди Гопи, один слоган, Кансари, Раписансара, Басана, Бадхасникала, Радха, Мадхав, Риде, Таттвия, Прасундари. Потом, Басантираса, это Сарадираса. Басантираса, когда все гопи presentы, Прасе гопи есть, когда он был там, Когда Радхарани был там, Радхарани left Расалила, Радхарани был очень, очень удивлен, Просråднако, в том числе, все гопи были вверх. Но, в том числе, однажды гопи, кршна был улыблен, улыблен, there rada rani left rasaliljek вот до всей parametрии где надеюсь он рядом, где Aquí absolutely т�ах тем, что онaderгован как раз и здесь там поbat peut-être gone хорошо, когда он подразумцов exactly все против awaiting влад Earth И даже все гофи там, Кришна не удовлетворил, тогда Махабарху становится очень счастливым, да. Это в передаче гофи, если гофи там, Кришна там, очень болезненно, улыбаясь, 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 где-то, 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 да. Это как учащий, перед всеми, дает лучшую мальчику. Да, лучшую мальчику. Когда в школе кто-то из мальчиков выделяет среди других своих успехов в учебе, учитель в присутствии всех остальных учеников объявляет о его высшей оценке, таким образом выделяя его превосходство над всеми остальными. Но когда Кришна, покидая танец раса в поисках Шримати Радики, одной из Шримати Радики, пренебрегая ради нее всеми остальными девушками в Радже во время осеннего танца раса, он делает это скрытно, он ищет Шримати Радику скрытно, он не хочет показывать ее превосходство перед всеми, не как это делает учитель перед всеми, он это делает скрытно, ее превосходство однозначно, он ее выбирает, но при этом он не хочет расстроить другие гопи. Но в момент весеннего танца раса, когда Шримати Радика покидает танец расы, опять испытывая ман, Кришна прямо в присутствии всех начинает плакать и звать ее. То есть теперь, подумать тому, как учитель в присутствии всех учеников выделяет одного мальчика и говорит, он лучше, его оценка 5, или за лучшую учебу в нашем институте мы даем ему золотой диплом, или как называется там. Красный диплом, да? Просто у них это золотое диплом. Так пусть золотое. У нас красный диплом, красный диплом. То есть, если в осеннем танце Кришна еще сдерживался перед другими гопи, то во время весеннего танца расы все, Кришна больше не сдерживается, он выделяет, однозначно показывает превосходство Шримати Радики над всеми остальными гопи. И когда Махапрабу это услышал, он сказал, я очень счастлив. И после того, как Рая Романда закончил все эти необычайно сладостные писания, Махапрабу стал задать вопрос о том, что такое раса, кто такое Кришна, кто такая Шримати Радика, что из себя представляет према? И Рая Романда очень подробно начал отвечать на эти вопросы. Окей, на следующий раз я буду слушать, окей? Харе Кришна. Если есть вопросы, у вас есть вопросы? Один вопрос, вот допустим, есть осенний и весенний танец раса, а есть еще и зимний танец раса. Он спрашивает, мы слышали от вас о Шарадье раса-денце, о васанта-раса-денце, может быть, вентер-раса-денце тоже? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, они с раса происходят постоянно, каждый день. У меня есть вопросы. Если у Садаки есть вера в силу святого имени, но присутствует еще материальное желание, что определяет произношение как намапаратха? Достаточно ли только махамантру произносить в момент опасности, либо все-таки надо взвать к нарисимхи, потому что произношение еще не чисто? Понятен вопрос? Если он имеет веру в силу святого имени, но при этом еще имеет материальное желание, в таком случае, в случае опасности, должен ли он взывать к махамантре, или ему надо взывать к нарисимхадеу в силу нечистоты произношения святого имени? Если Садака есть вера в силу святого имени, но при этом еще имеет материальные желания, то это означает, что его произношение как «харинам» не пью, не «шуданам», то это означает, что в случае опасности он должен пройти к нарисимхадеу, или он должен пройти к «харинам»? Потому что его произношение не пью, может быть, в этой ситуации он должен пройти к нарисимхадеу? Да, пройти, нет проблем. В этом случае бхакти не десна. В этом случае бхакти не десна. Почему вы сейчас есть кондиционная душа? Вы знаете, в духовной жизни так много. Может быть, кто следует в духовной жизни, они знают, как много проблем происходит в духовной жизни, как много проблем. И если они думают, что принесли к нарисимхадеу, я говорю, говорит, «бхакти – это судур-лова». Рапа-гасвара Бхактинова с вами сказала, «бхакти – это судур-лова. Бхакти – это судур-лова». Я говорю, что один человек, в revealed «ради этого, в том случае десна и десна и десна, в любом случае Гуро Баишна, крисно-сева, любом случае можно пройти свою личную жизнь. Если вы будете манить свою жизнь, вы думаете, что я буду удачливаться в жизни. Почему? Без искрути, вы не сможете ничего. Вы не можете уйти, нет. Гуро Баишна это будет тело социалом жизни. Я видел, что в Прахубат году многие люди приходят и приходят. В ответ на этот вопрос Махараш сказал, что на уровне начинающих преданных, когда в сердце есть материальное желание, такой преданный не должен стесняться и сомневаться в том, чтобы молиться на Расим Хадеву. Почему? Потому что такая молитва не прерывает преданное служение. Он не находится на таком уровне ништхи, то есть твердой веры в божество сердца, чтобы беспокоиться о подобном. У него нет таких взаимоотношений с Господом, поэтому он может смело молиться на Расим Хадеву и просить о его защите. Мой гуру Дэв говорил нам, учил нас, он сказал, любой ценой, немытьем-то катанием, постарайтесь провести хотя бы одну жизнь в преданном служении. Как-то будьте с Вайшнауми, любой ценой, как-то старайтесь быть рядом с гуру и Вайшнауми, чтобы за эту жизнь собрать как можно больше, накопить как можно больше благочестия. Благочестия. Сукрити. Что? Оставайтесь преданным. Я просто перевожу, понял. Чтобы набрать сукрити. Почему? Потому что из-за недостатка сукрити человек не способен следовать наставлениям. Все беды в жизни преданного из-за того, что ему не хватает благочестия, сукрити. Поэтому постарайтесь быть с гуру и Вайшнауми так, чтобы накопить сукрити. Хотя бы одну жизнь, чтобы создать благое будущее в следующей жизни. Такой ответ был. и, Spain, Срадха, Садhu, Сангра, бхажан и крия, Аннарт, Нибирта, Руччи, Ништа, Ассату, Бхапрай. Вы listening to many things, but it's not happening. Вы даже не знаете... Срадха, не знаете срадха, не знаете срадха. Гуру бхизи не относится. Даже срадха, не знаете срадха. Састрия срадха, не знаете. Срадха, есть срадха. Я не знаю, что это не было. Не было ни паккаса радха. Я видел, что это не было. Я спросил, где эти девочки? Он не приходил. Он оставил все. Он остался в канты, молотый, и он остался в спирит. Я видел в Гурдаве, что много людей... Вы знаете все. В России, много людей. Мы сангар, Но где они? Я не могу посмотреть, где они остались. Шелгурдев сказал, в 2002 году, «Why so many devotees come to hear Mahabhagavata Vaisnava? Even when they hear Mahabhagavata Vaisnava, only one or two follow his words. Why other not follow? Due to lack of Sukriti». Это был его ответ. То есть, насколько важно накопить благочестие, духовное благочестие, оно называется техническим языком Шеларупа Гаслами. Это называется Bhakti Unmukha Sukriti. Насколько важно. Однажды Шелгурдев сказал, «Почему приходит так много людей слушать Mahabhagavata Vaisnava? Только один-двое следуют, остальные не могут следовать другу, потому что у них не хватает, им не хватает благочестия». Поэтому это так важно накопить, накопить Sukriti. Ты сделал этот шест. Это шастрия срадха, у тебя нет никакого. Да, не хватает веры в шастры. То есть, человек читает священный текст, соприкасается с священными текстами, и говорит, что нужно поступать так и так. Разумный человек, у которого достаточно Sukriti, прочев шастры, будет следовать тому, что написано. У него не будет сомнений, он не будет колебаться, у него не будет вот это вот, ой, что-то сил не хватает. Нет, он будет четко знать, что вот так надо действовать. После того, как он просил такого вера в шастры, но на начальном уровне преданные, им не хватает всего этого. Не хватает такой веры в шастры, поэтому даже читая шастры, это не сильно их спасает. Да, и Прабхупад, когда он оставил беды, он поздно называл деваттям, и сказал, «О, вы старались, саттланчана, саттганчана, саттапаман, и не хватает всего этого, и Прабхупад, это все остальное. И когда он сказал, что он пытался продолжать эту жизнь, если вы будете спортировать, 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 делать плохое, и никто не будет рассказывать. Но, когда он пытался тилл, канти, мала, все равно, все равно, все равно, даже, даже не дурь, не оставил, даже, не оставил, не оставил. Так что, Прабхупад, в этой духовной жизни много проблем появились, много проблем появились, много проблем, много проблем, много проблем. Но, так много людей критичили, не оставил. Но, ты никогда не оставил эту духовную жизнь. Рог Кайда. Помните, во времена, кто-то из вас, может, знает, кто-то нет, например, Дарнидар, может, знает, во времена Шила Гурадео пришло так много русских преданных Гурадео. Где все эти преданные? Куда они все подевались? Где их предное служение? Где их канхималы? Многие из них оставили путь предного служения. Сняли канхималы, стали пить, что попало, есть, что попало. Вот. Шила Багропада, Баксансераса, это Курабропад, буквально незадолго до своего ухода, он говорил об этом. Он говорил, что когда человек живет, как все остальные, ест мясо, курит марихуану, все остальные на него смотрят, типа нормальный, свой человек, нормально реагирует на это. Напился он, это нормально. Вот. Но если человек начнет вести правильный образ жизни, начнет носить тилыку на своё лицо, показывая, что у него есть высшая цель, смысл жизни, что он не потерянное какое-то какое-то животное, вот. Они начнут его тут же осуждать, они начнут его критиковать, придираться. Но, Шилл Пропада говорит, даже если весь мир будет придираться к вашим поступкам, к вашим решениям, любой ценой попытайтесь остаться с преданными, попытайтесь быть преданными. в течение одной жизни быть очень решительными, исследовать высшие цели. Армаканта Хайсквочин. Если все наши неприятности от недостатка сукрити, у меня такой вопрос. А Махабхагават Мояшнаб, он же может дать это сукрити в своей милости. Если так много проблем мы получили, только из-за лишнего сукрити, не достаточно сукрити, но Махабхагавата может дать сукрити так много? Нет, это очень редко. Это очень... Махабхагава иногда дает блеск, как Нарад. Он дает блеск, как Нолкура, Мунигрив, этот хунтер. Но это очень редко. Крипас Ситхи. Но в основном вы можете через Ваишнаб, Саддхи, Саддхи, Ваишнаб. Это правда. Махабхагавата Ваишнаб может одарить своей милостью таким образом, что человек немедленно возносится на совершенную ступень духовного развития. Махарадж привел пример с Мригари. Он был очень большим грешником, и тем не менее, просто благодаря благословению Нарадамуни он стал святым человеком. Буквально на глазах. Мригари – это охотник, да? Да, охотник. Мригари. Можно найти такие примеры. Например, в Брихадбхагаватамрите есть тоже, когда Гопа Кумар объяснял своему ученику, видя, что тот не изменился, несмотря на множество услышанных объяснений. Тогда Гопа Кумар просто положил руки на голову, благословил, и тот обрел Кришна прямо, они вдвоем вернулись в духовный мир. Вот. Это называется Крипас Ситхи. Рупа Гасан об этом объясняет. Крипас Ситхи. Совершенство, достигнутое благодаря Крипе милости. Мгновенно. Наш Духон говорил, что он на это способен. Его спрашивали. Он говорит, я способен, но я хочу, чтобы вы оценили дар, который я принес, поэтому я не действую таким образом. И Шиларупа Гасан говорит, несмотря на то, что существует Крипас Ситхи, такая возможность есть, и надо надеяться на нее. Более того, надо желать этого. Это не то, что это... Не нужно думать, что это не что-то такое. Это то, о чем нужно желать и стремиться к этому. Но, тем не менее, большинство идут по пути садана ситхи. То есть, они совершают усилия от Шрадхи к саду Санги, от саду Санги к баджнакрии, анардханьюрити, нишдха и так далее, до премы. Постепенно, шаг за шагом. Четыре Крамгасамарады говорили нам «Не потеряйте время, делайте садан. Как? Шрадхи саду Санга та баджнакрии все 9 степс». А какие конкретные действия простые, позволяют нам сукрити накапливать? И что... Какие действия мы тратим? Она спрашивает «Какие действия можно дать простой совет, как собрать больше сукрити? Как защитить сукрити? Может, наши действия могут уничтожить сукрити? Акты? Да, мы можем сделать что-то, что мы потеряем сукрити. Она хочет получить совет, как собрать быстрее и и как защитить сукрити? Это самый быстрый способ, самый легкий. Не теряйте свое время. Когда встречаются сукрити, когда встречаются сукрити, и каждый день приходят прасад и принимают прасад, это очень мощно. это очень мощно. Очень мощно. Это очень мощно. очень мощно. И очень мощно. сделает кровь. То есть, не теряйте свое время, повторяйте святое имя. Слушайте харикатху, когда появляется ваишна, слушайте харикатху, и принимайте прасадом. Это такой очень простой, действенный способ обретения огромного количества сукрити, то есть, благочестия. Когда прасад проникает, внутренне проникает в кровь, через кровь, в каждую часть тела, в конечные тоги в головной мозг, все тело меняется под влиянием и силы прасада. Очень простой метод. очень быстрый метод накопления сукрити. Разрушение, если ты не ешь, простаться. Она спросила, как защитить сукрити, чтобы она не потерять сукрити? Да, Вы знаете что-то, по-моему, человек может потерять сукрити? Да, только критиковать байшнава и гурте. Гуру и байшнава. Верный способ потерять сукрити это критиковать гуру и ваишнава. Да, не критиковать гуру и ваишнава. Тогда сукрити и защитить сукрити. Не критикуйте ни чьих гуру и никаких садов ваишнава, тогда вы сохраните свое сукрити. И, вы знаете, вы знаете, вы знаете, очень простые активы, очень большие активы. Даже Читрагуфта, вы знаете, каждый день, вы знаете, он становится... Но когда Махабруга прем, Ниттаранда-бруга, вы знаете, почему? они очень простые, но они делают простые активы, которые не делают аппараты, вы знаете, они не критикуют гуру и ваишнава. Таким образом, Аджамил, он делает простые активы, но критикуют гуру и ваишнава. это очень опасно. Это очень опасно. Махапрабху, Гаврабху, Гаврабху, говорили так. Посмотрите, насколько опасно критиковать гуру и ваишнава. Даже человек, самый большой грешник, такой как Джагай Мадхай, нет таких грехов, которые они не совершили. Читрагуфта, который записывает грехи за каждым, чтобы представить доклад к Ямараджу. Он плакал, он не успевал записывать. Его департамент, там куча народа, они не успевали записывать, как быстро грешили Джагай Мадхай. И тем не менее, Махапрабху простил их. Простил им все грехи и наделил их Кришна прямо. Почему? Потому что они в своей жизни не совершили оскорбления гуру и ваишнава. Да, грешили, но не совершили оскорбления. Аджамил тоже грешил всю свою жизнь. Он был бандитом. Он грабил, убивал. Но тем не менее, в конце жизни он стал святым человеком. Почему? Потому что за свою жизнь, греховную жизнь, он не совершал оскорбления саду.